Акция, которую организовал фонд защиты Свобода Слова. Спасибо им большое за это. Здесь около 500 сотрудников телеканалов закрытых. Вы, Шаринет, страна ЮАИ, телеканал КРТ, 112 Украина, Ньюзван, ЗИК и Первый независимый. Все эти медиа объединяет одна простая вещь. Они все были оппозиционными и все не нравились нынешнему режиму власти господину Зеленскому. Все они были незаконно закрыты в тот или иной способ. То-то решением РНБО, то-то просто письмом из СБУ и прекращением обещания. Почему мы здесь сегодня собрались? Мы собрались в преддверии встречи господина Байдена и господина Зеленского. Хотим донести до господина Байдена реальную ситуацию со свободой Слова. Мы хотим, чтобы он знал, с кем он встречается. Что это зарождающийся диктатор, который может незаконно просто рощерком тра закрывать медиа, которые ему не нравятся. При этом, как он раньше сам заявлял, он и Шария смотрит, и страну читает, и наши каналы тоже смотрел. Более того, я прекрасно знаю, что у него в кабинете в начале срока был постоянно включен телеканал 112 Украины, который впоследствии он просто взял и закрыл решение РНБО. Вы не первый раз так выходите, но пока никакой реакции не было от посольства, от своих представителей США. Вы знаете, вода ведь камень тощит, поэтому реакция она будет. Есть реакция мирового сообщества на закрытие наших медиа, есть реакция союза журналистов, украинского, международного, репортеров без границ, ОБСЕ и даже ООН. Поэтому реакция она есть. Вопрос в том, что нашим властям, конкретно господину Зеленскому, на нее по большому счету плевать. Но это же все до поры до времени, это пока не нужен новый транш какой-то кредита или еще что-то. Поэтому я уверен, что мы сможем достучаться и отстоять свое право на работу точно так же, как и вы. Вы не рассмотрите, что США сами одобряют такие действия Зеленского? Насколько мне известно, США не одобряют такие действия Зеленского, потому что для них демократия, а ведь свобода слова это один из основополагающих принципов демократии, стоят превыше всего. Поэтому, насколько мне известно, опять же, они не одобряют, это не было с ними согласовано. И думаю, что господина Зеленского ожидает в том числе и на эту тему нелегкий разговор на встрече с Байдоном. Были СМИ, которым вы предлагали присоединиться, но они отказались? С этим мы никому не предлагали присоединиться. Здесь все те, кто так или иначе пострадал от действий Зеленского. И видите, это все настолько объединяет, сплочает, и мы становимся сильнее.